Затонувший танкер Делфи уже неоднократно пытались поднять извод Черного моря, но все безрезультатно. Последнее обещание власти это поднять судно ко Дню Независимости. Праздник уже через пару дней, вот только Делфи до сих пор на месте. Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Крикли заявил, что работы завершат ко Дню Независимости. По словам руководителя компании Краншип, сроки выполненных работ прописаны в договоре. И там указано, что крайняя дата это 60-й день после подписания контракта. Напомню, договор о сотрудничестве заключили 10-го числа, а значит по нашим подсчетам все должны закончить к концу сентября. Министр мне не звонил, меня не спрашивал, что ему приснилось и откуда он взял эту цифру. Ну вы задавайте этот вопрос министру. Составив предварительный план, мы его утвердили у капитана Порта и действуем по нему. План меняется, уже меняются определенные части из-за того, как я в начале своего рассказа вам пояснял, что целый ряд работ невозможно было увидеть и предугадать. Поэтому по мере того, как у нас появляется какая-то новая задача, мы с технической точки зрения решаем, как эту задачу преодолеть и решить. Подрядчик утверждает, что во время подписания договора они не знали о всех проблемах, с которыми столкнутся. Из-за достаточно плохого обзора морского дна, куда не могут доплыть ни водолазы, ни камеры, каждый день возникают непредвиденные ситуации. Но несмотря на это, все нужные подготовительные работы проходят по плану. Первая задача судна поставить, ну скажем так, на ровный кельт, то есть термин это произвести выкренование судна для того, чтобы продолжать дальше им заниматься, обеспечить его плавучесть, уборку. Мы предпринимаем целый комплекс мер, целый комплекс для того, чтобы уменьшить этот момент до разумного. Потому что 200 тонн, даже если бы мы взяли 4 буксира с тяговым усилием по 50 тонн, как я вам говорил, мы просто разорвем этот пароход на части. В свою очередь, украинская морская партия Сергея Кивалова настаивает, в вопросе ликвидации танкеров с Одерского побережья нужно действовать сообща, а не порознь. В политической силе есть специалисты с опытом действий в подобных ситуациях. Ни городу, ни государству. Ценной помощью пренебрегать не стоит. Мы хотим предложить свою помощь, и неоднократно руководитель партии Сергей Васильевич Кивалов предлагал эту помощь. Посильную помощь. Вы знаете, что возле затонувшего танкера в Дельфи есть помещение, здание морского училища, которое структурно относится к Национальному университету Одесской юридической академии. И как минимум можно было бы воспользоваться этой ситуацией. Разместить там водолазов, разместить спасательные службы для того, чтобы более продуктивно работать в этом направлении. Я считаю, что с точки зрения власти необходимо пользоваться любой возможностью для того, чтобы в скорейшем времени и с наименьшими потерями для экологии эту проблему решить. Сейчас инженеры уверены, как ни парадоксально, но неудача поднятия в прошлый раз – это даже к лучшему. В случае, если бы танкер лег на другую сторону и напоролся на каменную гряду, процесс эвакуации Дельфи усложнился бы в разы. В первую очередь, наверное, самое главное – это поспешность, самое главное – это не профессионализм, это не реальная оценка той ситуации и того состояния, в котором танкер, будем так говорить, бункеровщик сегодня находится. Вы знаете, вот когда общаешься сейчас с инженерами, то, в общем-то, в принципе, все говорят одну и ту же, в общем-то, позицию о том, что слава богу, что не смогли его сдернуть вот в той ситуации. Впрочем, это не мешает одесситам и гостям города плавать и отдыхать на дельфине. На пляже очень много людей. Ну, да, слышали, да, да. А вы плаваете? Ну, плаваем, а что делать, да. Плаваем, потому что мы отойдем от этих 20 метров ничего не смеет. Приезжие фотографируют танкер и приходят посмотреть на него, как на экспонат в музее. Дельфи постепенно становится новой визитной карточкой Одессы. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Татьяна Бурумбей, телеканал «Репортер». Татьяна Черновалова, Герасим Олесенков, Татьяна, Татьяна. Продолжение следует...